Рабочая неделя Утром в субботу, 26 марта сего года, Анатолий Эдуардович Яницкий, только что вернувшийся из очень важной для деятельности компании командировки в Москву, едва сойдя с поезда, сразу же отправился в экотехнопарк Skyway в Марину Горку для того, чтобы лично руководить процессом строительства. Надо было сказать, что вот эти столбы, это не забор вот больший, это для освещения, и там будет ходить, ну, в вине ограждения, юнибус, который выполняет другие функции. Ограждение, стол, маленький стол. Изнакомьтесь, вот подрядчик, директор Томова, с вестницы, то, что делает ограждение. Хорошо, ну как, все уже нормально, все, что понятно, что не понятно. Решаем в процессе все, что не понятно, потому что первый опыт этот, ничего, все проходит. Когда сделаем? По плану? 25 апреля? Не, надо раньше. Ну, прилагаем все сельки, отсыхает. На стрелке сидится у нас тысячи человек, значит, уже... Останемо с собой запутать. В эту субботу в Экотехнопарке работали сразу три подрядные организации, осуществлявшие строительство транспортно-логистического узла Skyway, совмещенного с концевой анкерной опорой, сооружение вспомогательной подъездной дороги, которая по окончании строительства будет выполнять функции туристической тропы, пролегая среди достопримечательностей такого уникального объекта, как Экотехнопарк, а также монтаж струн интеллектуального ограждения Skyway. Анатолий Эдуардович лично осмотрел все участки фронта работ, поговорил с представителями подрядных организаций и подписал ряд документов. После этого он дал нашей съемочной группе свой комментарий относительно текущего этапа строительства Экотехнопарка и ближайших перспектив проекта. Добрый день, Анатолий Эдуардович, как говорится, с корабля на бал. Не успели вернуться из Москвы, как сразу в Экотехнопарк. Что вас ведет сюда, что не дает отдыхать даже в выходной день? Мы работаем даже в выходные дни, если работают рабочие, я тоже должен работать. А какие рабочие работают для того, чтобы мы все-таки вовремя сделали, и в октябре мы показали уже тестовые участки, городскую, вот она. Это начальная часть высокоскоростной, которая идет на 15 метров туда дальше. Рядом будет легкая система, а дальше грузовая. У нас открываются серьезные перспективы, потому что мы получили поддержку на самом высоком уровне в России. И можно говорить о том, что после сертификации и демонстрации тестовых участков у нас пойдут серьезные заказы России на нашу транспортную систему. Как по волшебству, день выдался необычайно солнечным. Словно само место и все его окрестности радостно приветствовали человека, который внес столь значительный вклад в изменения их внешнего вида и по сути превратил заброшенный танковый полигон в один из мировых центров технологического развития. Мы не могли не спросить у автора струнных технологий, что чувствует он, глядя на то, как воплощается в жизнь его замысел. Анатолий Эдуардович, хочется спросить. После почти 40 лет пути к вашей мечте, что вы эмоционально ощущаете в виде, как ваши мысли так масштабно все-таки материализуются? Удовлетворение. Увидеть то, что я воображал в металле, в бетоне, это счастье большое. Мы рады быть счастливы вместе с вами, рядом с вами. Спасибо вам. Потому что я делаю это для всех, не для себя, для всего человечества. Это нужно всем. Безопасные, эффективные, экологичные дороги нужны всем. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsv-deficit-systems.com. Поддерживайте наш проект, и тогда решение абсолютно всех проблем в вашей жизни будет вопросом техники и времени. Строй SkyWay, спасай планету! Продолжение следует...